В прошлом году в Чечне и в Ингушетии резко выросло число разводов в 3,2 раза. И это данные только за 11 месяцев. В других регионах Юга и Северного Кавказа количество разводов выросло не столь значительно. По статистике, которую приводит Росстат, в России за январь-ноябрь 2021 года заключено 859 тысяч браков, а распалось 589 тысяч семей. Данные включают цифры по аннексированному Россией Крыму. Антилидером по разводам оказалась Ингушетия. За 11 месяцев 2020 года здесь распались 434 семьи. За такой же период прошлого года уже 1381 семья. В Чечне в 2021 году развелись 3226 семей, годом ранее их было 1225. В Чечне с 2012 года при республиканском муфтиятие работает так называемая комиссия по урегулированию семейных конфликтов. В ней представители духовенства отговаривают супругов от расторжения брака. О работе этой комиссии писал, например, глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, супругам поясняют развод с религиозной точки зрения и рассказывают об ответственности родителей в вопросах воспитания детей. За все время работы комиссия заявляет о воссоединении 1797 пар. Правозащитники оценивают ее деятельность как прямое вмешательство государства в личные дела супругов. В числе причин, приводящих к разводам, правозащитники называют домашнее насилие и безработицу. Один из недавних случаев силового вмешательства в личную жизнь дело чеченки Халимат Тарамовой, которая сбежала от домашнего насилия и брака по принуждению. Ей удалось добраться до шелтера в Дагестане. Там Халимат записала видео, в котором просила не объявлять ее в розыск. Не выдавать информацию о местонахождении, так как это создалось угрозой моей жизни. Из убежища в Махачкале Тарамову похитили кадыровцы. В этом им помогали дагестанские силовики. После похищения Тарамову показали по чеченскому госканалу «Грозный», а бывший директор этого канала, ныне министр печати Чечни Ахмед Дудаев, обвинил в ее похищении самих правозащитников. О местонахождении Тарамовой более полугода ничего неизвестно. Правозащитники опасаются, что она может стать жертвой убийства чести за попытку уйти из семьи. Подписывайтесь на YouTube-канал «Кавказ Реалии», чтобы быть в курсе.